В уборке задействовано 45 человек. Чтобы расчиститься руслом Зымта, используют вездеходы, грузовики, манипуляторы для подъёма крупных брёвен. Уже прошли 40 километров реки, отсылаясь Тосадок до поворота на Голицыно. Идут быстро веток и мусора не так много за счёт того, что уборку проводят каждый год. Управиться должны за несколько дней. В период зимних и весенних паводков в руслах скапливается много ветвистых обломков и брёвен, которые образуют заторы. А это, как отмечают специалисты, может привести к подъёму уровня воды в реке и затоплению близ лежащих территорий, в том числе жилых поселений. Завалы нужно убрать до наступления летних дождей, чтобы поток воды имел свободный выход к морю. В 90-е годы, в течение многих лет, более 10 лет, эти мероприятия не проходили. И тогда, в частности, в 2013 году чистка поймы реки Мзымта от места в падении её в море до посёлка Истасадок заняла три месяца. Вместе со спасателями работают сотрудники Сочинского национального парка. Уборка затрагивает не только русло рек, но и их берега. Спиливают ослабленные деревья и сухостой. В дальнейшем их утилизируют. Часть собранной древесины пойдёт на дрова. Всё, что находится в реке, это всё выносится в море. А это же вредные вещества. Они же перегнивают и море. Только еловые осадки дают. И тоже пользы хорошего нет. Это средоводорода больше. За это желательно их до уплытия в море убирать, конечно, здесь, в реке. Кроме того, во время сильных ливней экстренные службы города Сочи переводят на усиленный режим работы. На Кепше и Мзымте дежурят мониторинговые группы специалистов, чтобы в случае подтопления своевременно организовать эвакуацию населения.